всем добрый день дорогие друзья с вами я сочи комплекта traveling today пыталась запустить эфир я нахожусь в Лазаревском приехала на день может быть на два но скорее всего на день и прямичком с электрички направляюсь на море как раз был такой вопрос куда же пропали все люди в Сочи оказывается все едут сюда действительно полная электричка народу здесь даже как-то пожарче уже плюс 33 показывала у нас как-то вот еще более-менее не так жарко вот я перешла дорогу и иду на море магазин с шубами да в такую жару как раз сейчас самое актуальное наверное духами пахнет но я очень хочу покушать до моря все-таки дойду а там уже дойду какую-нибудь кафешку такой целый рынок зимой тут естественно ничего не работает а летом вполне себе такой прямо рынок базар всем привет привет в таком вот я сегодня по реке я на легком платежке но все равно довольно жарко посмотрим какое сегодня море давно не было в Лазаревском чтобы дойти до моря нужно еще пройти все эти прилавки но без них тоже никак мало ли вдруг захочется что-нибудь приобрести здесь вот неплохой такой типа теремка кафе и вот здесь вот всегда они готовят целое шоу можно посмотреть даже готовят и чебуреки прочее я хочу немножечко пройти до моря поэтому не буду сейчас вот только харчевне останавливаться основная основная вот она называется это русское застолье это дерево очень красиво проходим еще базар вокзал без этого тоже за никуда уже почти скоро мы оказываемся на море можно было конечно взять такси если бы совсем я падала в обморок от жары но в электричке хочу сказать довольно прохладно может это и правильно мне даже ноги замерзли ледяной ветер такой был с собой носки даже брать а выходишь очень жарко поэтому непонятно что лучше решила прогуляться и пешочком буквально пять минут я уже почти на море цветы дождь продают жаре жарко зимой я кстати тоже частенько сюда приходила гулять сейчас посмотрим что тут интересненького то что много народа это я уже поняла у нас в Адлере в Сочи кстати народу в этом году первый год когда не так много потому что цены растут и ничего не меняется я думаю что все сюда перемещаются тут вроде как немножко подешевле и аренда и прочее когда проходим веселый рынок то мы уже почти на море люди ходят прямо в купальниках ну и с другой стороны отдыхают наверное имеют право не знаю по городу в купальниках конечно не очень тут все таки еще пляжная такая линия смотрите возле моря прям такой домик с балкончиками вроде простой но прикольный и так мы почти на море у вас еще до сих пор таких этих продают кстати магазин тоже неплохой довольно квас покупала я крошку делала и так далее вот я выхожу к пляже Лазаревский один зимой я здесь кстати люблю купаться народу ну да зимой вообще нигде его нет и не все купаются вот мы сразу на море на эту сторону не пойду идите тут сливы идут ну речка какая то но все же сразу можно посмотреть цены на шезлонги 500 рублей матрас 100 рублей пляжный зонт 800 рублей вот такие вот горочки для детей тоже скорее всего все бесплатно ну как мы скорее всего бесплатно здесь раздевалки есть навесы пойдем мы сейчас так сказать самому центрику где обычно много кафе и ресторанов и прочего посмотрим атмосферу Лазаревская всегда славится большим количеством народа все почему потому что здесь считается самое чистое море несмотря на такое количество людей цены чуть подешевле ну и как то действительно атмосфера того что ты как будто приезжаешь как-то домой очень уютно позитивно есть такое дело сейчас еще пройдем и потом подойдем к морю потому что народу у нас в Сочи еще раз говорю столько нету сразу смотрю уже где повернуть где-нибудь сейчас повернем и покажу какое море как обычно носят всякие эти вкусняшки хотя в жару не знаю хочется только воды лично мне но сейчас конечно и кушать хочется потому что я с самого утра выехала погуляла с собаками ехала два с небольшим часа такая долгая электричка здесь уже начинаются разные кафешки сейчас посмотрим море напишите кто отдыхает или отдыхал в этом году в Лазаревском здесь действительно очень хороший пляже теплое море такое везде у нас на побережье много народу народ не мешает очень нравится мне тут местные кафе ресторанчики с живой музыкой вот такой вот вид красивые там народу будет еще больше но мы все таки прогуляемся радует хотя бы есть места где не играет музыка потому что обычно очень сложно снимать на море на пляже потому что всегда играет музыка но я думаю что она и начнется скоро пока еще не вечер как говорится смотрите какие прикольные катамаранчики в виде автомобиля ну как обычно пройди называется не наступи на кого-нибудь вот такое вот Лазаревское оно всегда такое и конечно же отличительная черта колесо обозрения сразу ты понимаешь что ты находишься в Лазаревском море очень классное теплое купальник я с собой взяла сразу не стала обуваться говорю одеваться да перебываться сейчас с собой есть на шлепанце в основном видите все загорают на своих вот домашних причем каких-то любимых одеялах и полотенцах ну это и правильно как удобно так и загорает потому что были бамбуковые такие полотно они потом очень запах неприятный издавали так как не просыхали до конца ну похоже на какое-то большое общежитие если честно напишите как вам у меня вот такая ассоциация разные-разные кафешечки а я иду дальше я уже даже отвыкла хотя на эмеретинке тоже не могу сказать что мало людей было я снимала но как-то все равно у нас там какой-то пляж идешь много людей какой-то пляж идешь людей нету особо где еще пройти спрятаться в тень качели самое лучшее это точно про такие я говорю такие очень сильно бамбуковые не очень удобные на самом деле смотрите какое классное море легкая такая волна но она в общем-то отличная для купания проходить конечно сложно но можно мне конечно не привыкать да что там говорить вспоминаю прошлые года прошлый год позапрошлый год это был вообще самый трешовый треш очень много было людей да и в принципе каждый год когда здесь было мало людей я не знаю наверное никогда зимой что еще хорошего сказать о лазаревском тут очень много друзья природных мест силы разных интересных достопримечательностей с легендами с историями в том числе в нескольких из них я приобрела так сказать участки домики чтобы можно было там медитировать да и набираться сил ну у меня работа и в адлере поэтому и там и там меня заносят то туда то обратно что еще позитивного вкусные свежие продукты и более внимательные отношения скажем так до персонала это с того что люди говорят с отзывов так пройти конечно тут еще надо пройти наверное люди с утра занимают место здесь я не знаю как пройти никак я там прохожу обхожу ну вот так вот можно идти очень и очень долго что еще хорошее сказать пляж Багаратион который в конце там находится соответственно там река Псизопсе горная река в которой нельзя рыбачить все мне спрашивают но она очень чистая в ней тоже классно купаться у меня и возле дома одного и другого там речки и что еще сказать классно советую кто будет отдыхать в речке обязательно искупайтесь также сделали новую набережную но я ее еще не снимала мои близкие присылали видео надо кстати как-нибудь загрузить еще удивительно что я держусь видимо мне так и надо было чтобы меня электричка окатила такой холодным воздухом потому что честно говоря если бы я ехала в пожаре я бы наверное больше пяти минут не выдержала хочется вначале поснимать а потом уже покушать покупаться думаю уже где обойти где пройти реально с домашними какими-то покрывалами ну отрываешь ну некоторых прям совсем они там не знаю уже не первый год видимо уже проверенные старенькие покрывала ну главное что удобно видимо поэтому по таким критериям вот такие зоны как правило на них друзья купаться нельзя но многие это не понимают это зоны как раз для водной техники атомаранов водных мотоциклов и прочего ой соскучилась а по лазеровскому что сказать море тут действительно чистое классное кто бы что не говорил ну а если хотите совсем чистое чистое за багратионом где как раз речка впадает море мне вообще там очень нравится там людей поменьше было раньше да сейчас я думаю вряд ли сейчас наверное тоже будет много людей сейчас людей будет везде много в лазеровском здесь есть и свои дикие пляжи и нудистские я как-то снимала в том году мне когда мне гонялись одеты и нудисты мне так смеялись близкие говорят как одеты вау классно вода очень теплая освежающая позитивная прямо буквально сейчас еще немножко для вас поснимаю и тоже буду купаться так что я рада что приехала электричка чем хорошо да все таки я сажусь на американском курорте там еще места есть вот я для вас снимала а дальше когда садишься уже адверсочи электричка полная и имейте ввиду что можно вот так вот два часа ехать где стоя это не очень удобно многие так и ехали вот такая атмосфера так же как у нас зонтики но у нас прям там трэш в этом году какая-то мода на палатке вот сколько я тоже проезжала даже на электричке и так по пляжам даже на официальных дорогих пляжах стоят палатки не понимаю почему нельзя на диких пляжах оставить палатки или как-то бояться да дикарями совсем ну вот так вот такое наблюдение здесь вот очень хороший кафе-ресторан на втором этаже там было такое а чуть дальше да чуть дальше было хорошее еще кафе что еще конечно же если приедете съездите обязательно посетите разные водопады здесь огромное количество в горах более попрохладно попрохладнее там вам расскажут разные так сказать легенды также я вожу походы на меня с разными трансформационными задачами да и просто можно конечно но есть такое что целые программы с энергопрактиками кому интересно также кто хочет переехать я гадаю на карту второй нарунок то есть можно посмотреть прям прогноз насколько он будет для вас благоприятный так сказать этот переезд ну и можно психологические вопросы я психолог профессиональный регрессолог ангелотерапев энергопрактик поэтому как раз не зря я взяла местах силы домики да себе участки чтобы можно было там наполнять себя и людей энергиями кому это интересно пишите приезжайте вместе с вами пошагово пройдем ну и подскажу какие районы куда лучше переехать так обязательно еще раз говорю посетите различные водопады какие вам по душе придется но они все классные тут и в Мамедовом ущелье сколько всего там есть целые маршруты по воде а также в моем любимом Тхадапше тоже там очень много интересных мест поэтому экскурсии природные они очень классные ну конечно как обычно все будут предлагать Абхазию еще против не имею 33 водопада ну 33 водопада посмотрите видео где есть дикие места конечно одни вы наверное не пойдете туда еще туда добираться надо ну я ездила уходила в дикие разные красивые места природа тут действительно такая уникальная ну а в целом что тут жители гостеприимные жить здесь комфортно может быть немножко зимой скучновато поскольку ну вообще вот 5-6 вечера зимой кажется что все так сказать Лазаревская спит она относится к большому Сочи да этот район но в то же время зимой кажется что это действительно большая деревня и кто хочет тут тишины и спокойствия это такой еще один рай для пенсионеров как Коста летом конечно про это не скажешь сразу говорю это про зиму я рассказываю летом люди уезжают стараются куда угодно уехать чтобы не видеть эти толпы людей куда-нибудь подальше ну если хотите такой да вам советик еще чуть подешевле еще чуть поменьше людей то можно поехать там в соседние салоники да в салоники как называют балконка головинка соседние такие поселки буквально на электричке тут ехать пять минут пять десять на такси на такси тоже недолго ехал ну а я буду наслаждаться морем так как все таки у меня все время распланировано прям до минуты сейчас еще зайду в море покажу вам всю эту красоту очень много с детьми сюда приезжает на самом деле очень много разных тут анимаций кружков и прочего когда мы сюда семью переехали я просто сейчас еще в Адлере работаю это чудо какое-то есть и бесплатные разные занятия для детей если платные мы нашли разные там кружки в месяц за полторы за две там даже за пятьсот рублей есть такое поэтому это круто да если в Сочи там мы ходили в садик и за тридцать и за сорок и за пятьдесят когда в садике ребенок был и на кружки в месяц ну в общем большие деньги ходишь то здесь конечно возможности больше надо узнавать вот допустим национальных культурах очень много всего проходит для взрослых разные проходят и концерты и чего только они проходят поэтому в общем-то это здорово многие вот я как-то тоже брала интервью они там на камеру не хотят говорить но они говорят мы каждый год приезжаем нам нравится причем-то люди не бедные с большими деньгами им именно здесь нравится почему они говорят потому что здесь чистое море так и говорят потому что здесь более качественное обслуживание хотя вот я люблю свою меретинку тоже да у меня уже платье все мокрое даже маленькие такие ляльки купаются часто спрашивают про ротовирус друзья если вы не будете перегреваться на солнце если вы будете купаться вот в таком чистом море и кушать в хороших нормальных местах у вас этого не будет я думаю но если только акклиматизация ну возьмите с собой что-то уголь обязательно мне уголь помогает если я куда-то там прям еду в далекие страны так что довольно позитивный отдых вот дальше пойдем там еще будет больше народу еще и еще поэтому что тут сказать там будет побольше зонтиков да скажем тоже на центральном пляже и музыка там музыка еще у многих люди сами включают такие же дракончики везде можно выйти зайти зайти выйти пройтись посмотреть где чего а можно пройтись по морю так что я однозначно рекомендую отдых отдых лазаревского если это не будет там 50 метров от моря будет например 500 метров от моря то гораздо дешевле будет жилье например первый год я приехала когда искала здесь жилье да мне понравилось энергетические так сказать физически все тут места природа очень колоссальная красиво то я снимала гостиницу всей семьи да несколько комнат разных где-то в трех километров отсюда и очень классно было ходить гулять мы пешком любим ходить поэтому не было никаких проблем стоило то гораздо дешевле да а так название кто спрашивает как таковых нет просто нужно узнавать да обычно люди даже зимой и летом живут зимой естественно это дешевле это не посуточно но это надо знать да приезжать узнавать мой совет можете ко мне обращаться а можете приехать снять допустим как я это делала на неделю снимала за большие хорошие деньги а потом наводила справки где дешевле как лучше где что можно найти в целом в лазеровском отдых такой размеренный в то же время если хотите веселья вы его найдете в позитивном смысле слова кафешки рестораны на разных вкус кошелек все это здесь есть пляжи бесплатные но если вы хотите зонтики зонтики пожалуйста а так вы видели то есть народ вообще не заморачивается берет старое одеяло которое не жалко наверное чтобы утащили если вдруг хотя не знаю не воруют ничего не буду говорить ну конечно за вещами надо смотреть но в целом проблем таких не было и сейчас вот пройдем подойдем на мой любимый на мой любимый центральный пляж везде одинаковая картина много людей чистое море и одеяло домашние в основном старые ну наверное чтобы не жалко было если что вот 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 иногда здесь проходит такой теплоход красивый вечером вечером особенно мне нравится когда он светится это классно также вечером вот здесь вот видите такое ну везде в кудепсе так много где организовали что можно сидеть такие столики кафешки но я не люблю мне как-то в Геленджике нравилось а здесь все-таки я предпочитаю под крышей сидеть я под мостом и вот как говорится легким движением мы прошли под мостом и оказались на моей любимой части пляжа почему любимой а здесь мне очень нравится вот здесь вот ресторанчики кафешки да и обычно с так сказать с парка именно сюда заходишь в парк там прям такую реставрацию делали и он относится даже к ривьере об этом недавно стали писать раньше как-то вот считали что сам он по себе а так это как мини-вариант ривьеры вот колесо обозрения целый такой парк аттракционы там и дельфинарии и чего там только нет вот прошли обычно здесь вообще полный трэш но удивление как-то нет такого трэша ну видели я там шла негде даже было ногу ступить кое-где там чуть ли не приходилось по головам идти хотя тоже много да не скажу что мало ну вот такая атмосфера в принципе так происходит начиная с июня середины мая середины мая уже народ есть а с июня его просто толпа и в поезде фактически меня вынесли я не сама вышла меня вынесли такое огромное количество людей именно сюда едет еще раз говорю да потому что дешевле и ну как то здесь поютнее и все таки разница с чистотой моря есть да районы которые я вам показываю я нахожу там где конечно почище но есть места и трэшовая например несколько лет ну как несколько лет в этом году вернее курортный городок не знаю вряд ли поеду снимать уже не обижайтесь но я не выдержу без купания купаться там опасно для жизни просто без обид может быть там наведут когда-то вот что-то пока нет ну и прочие там моменты тоже очень много тонкости но соскучилась я прям соскучилась зимой тут не узнать пустота чистота красота обычно я до декабря купаюсь в январе в середине января делаю где-то недельку пару недель перерывчик потом снова купаюсь больше мне нравится купаться в водопадах так как море штормит зимой из-за ветров из-за дождей и соответственно уже это сложнее ну а здесь уже такая более цивилизация напишите кто какой район любит там где я ходила Лазаревский 1 или здесь вот Лазаревский 2 ну вот сколько мне люди говорят они как-то больше предпочитают вот здесь там дальше вдалеке еще есть пляж Багратион который тоже очень такой веселый музыка играет позитивные дальше как раз река Псизоапсы и рядом с Багратионом прямо там сделали деревянные беседки все такое набью ну надо посмотреть что сейчас все меняется все течет все меняется и везде посмотрите здесь более крупные камушки где-то были более мелкие море изумрудного цвета оно прям бархатное и даже те кто не очень любят море я рекомендую кожа будет действительно просто у вас бархатная очень красивая ну и вот здесь вот кафешки о которых я говорила на втором этаже очень хорошие рестораны в первом кафе еще там есть рестораны прям вот не пожалеете живая музыка очень вкусно быстро ну сегодня я днем наверное покушаю а вечером уже буду так сказать не знаю буду не буду уже домой поеду так как у меня все-таки там животные тут в принципе все накормлены напоены все прекрасно у них тоже вот такая атмосфера в Лазаревском приезжайте в гости подписывайтесь на канал напишите кто был кто планирует как вам такие пляжи все равно много народу или кто предпочитаете более дикие какие-то пляжи но опять же говорю здесь везде и дикие пляжи вот и волна пошла в том году когда здесь были волны прямо вот такие ленты вешали чтобы не заходили в воду потому что разные случаи у нас тут не было а в других поселках были такая позитивная прогулочка напишите как вам поставьте лайк если вам понравилось ну а я пойду дальше немножко еще пройдусь всех обнимаю люблю привет вам с Черного моря привет вам с Лазаревского теплого позитивного море еще долго будет теплым очень классно спасибо спасибо